Я Любовь Кириллова, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников Беларуси. Это был, не скажу, что очень долгий путь, но где-то он и долгий. Сначала художественная школа, 5 лет, потом техникум технологический, конструктор-модельер женского легкого платья, потом Академия художеств тогда, еще Институт художественный, 5 лет. Ну и, как в том анекдоте, 40 лет творческой жизни. Вот так я стала художником. Проходил конкурс моды «Милая», и я взяла какие-то призы денежные, могла себе позволить делать то, что я хочу. На тот момент я делала такую одежду, вот как эти картины. Один рукав, одна картина, второй рукав, вторая картина, полочка, спинка. Соответственно, я так как просто в один момент я оглянулась и подумала, или переосмыслила скорее, то, что я делаю. Думаю, попробовать ли мне вот действительно заняться творчеством в другом плане, как декоративное панно. Ну, начала, понравилось, стала делать. Художник традиционный, который пишет красками, акварелью, маслом. Краски – это то, чем он работает. А мои краски – это ткани. Разные по фактуре, по цвету, по качеству, по составу. Это лен, парча, бархат, атлас, лаке. То есть всевозможные ткани. Самое главное, чтобы они мне были интересны для работы, и одна ткань работала на другую. Но это уже в процессе работы, когда ты подбираешь состав тканей, именно цветовую гамму. Я люблю ткань, я ее понимаю, я люблю с ней работать, и поэтому, наверное, работы получаются. Первый момент, когда ты покупаешь эти ткани в магазине, ты ее увидел, ты понимаешь, что она тебе нравится. Но это не значит, что ты прибежал и стал с ней сразу же работать. Она может вылежать несколько лет, даже десяток лет, пока она найдет свое применение, и я ее увижу в своей работе. А когда первоначальный этап работы над, скажем, эскизом, картоном для работы декоративного панно закончен, и ты начинаешь подбор тканей, вот тут самое интересное и вкусное начинается, и сложное, потому что у тебя, ну не скажу миллион, но сотни видов тканей, и ты должен выбрать максимум десять, даже меньше. Основные, как цвета в живописи, основные идут несколько, остальные вспомогающие. Но при этом, когда одна ткань работает на другую, вот как парча на бархат, атлас на тот же бархат или лаке, и как парча оттеняет лен, скажем, вот в этом игра фактуры ткани, это самое интересное, а там уже какая ткань туда ляжет, она сама свою работу найдет, ткань. Любимый сюжет – это полевые цветы и птицы. Вообще, все, что связано с природой, оно так вдохновляет. Господь создал окружающий нас мир так мудро и так интересно, что художнику остается только наблюдать, восхищаться и пытаться подражать. Что бы ты ни делал, все равно лучше, чем Господь создал природу, ты не сделаешь. Ты можешь только пытаться подражать. Мы сейчас находимся в главном светском зале храма-памятника. Здесь находятся мои работы, вот диптих Воложки, васильки. Они не делались специально для этого помещения, они делались просто как отдельные композиции. Просто удивительно, что настоятель нашего прихода, отец Федор, так их великолепно увидел в этом зале и приобрел. Это вот как тропинка вдоль поля, на котором растут всевозможные полевые цветы. И васильки, и ромашки, и незабудки, и колокольчики, и птицы, которые вот на той работе там появились. Подготовительный процесс, я вам скажу, очень большой. Наверное, такой же, как и само создание работы. Это очень большой, потому что, если ты над работой трудишься месяц или полгода, в процессе работы эта ткань просто потеряет вид. Если ты ее всякими флизелинами клеевыми не проклеишь, не обработаешь, то и работа вида не будет иметь. Поэтому технологический процесс, очень большая составляющая утюг и машинка, это все мои друзья в работе. Вот. А вообще, труд, наверное, любого художника, это можно сравнить с трудом спортсмена. Это когда ты много-много работаешь, а потом пац, выставка, ты приходишь на выставку, ой, как много работ, какие красивые, как по мгновению волшебной палочки. А на самом деле это очень большой труд, чтобы получилась работа. Мои работы можно увидеть во многих странах мира. Точно в Финляндии, точно в Австрии, точно в Германии, точно в Нью-Йорке, в Америке, в Швейцарии, в Швеции, в России. Может, еще где-то забуду, потому что многие работы и в подарок покупались, куда-то и за границу. Наверное, в странах Азии, куда мои работы дарились, даже нашим президентом. Вот в прошлом году генеральному секретарю Шоссе моя работа была подарена нашим президентом. То есть где-то и азиатские континенты тоже. Сейчас мы находимся в храме Пресвятой Троицы города Минска. Вот, и в нижнем зале храма. Тут находится крестильня за дверью, а тут находится моя работа. Называется композиция «Декоративное панно Эдем». 220 на 350 сантиметров и почти два года работы. Это рай, где росло дерево жизни, дерево познаний. И вот Господь поставил Херувимов, Серафимов охранять этот сад. Ну, тут вообще триптих, на три части разделенная работа. То, конечно, с удовольствием исполнялся, выполнялся какой-то отдельный элемент. Один или второй, третий, все это потом собиралось. И вот тут начиналось самое сложное, когда ты собираешь в единую композицию. Это работа, и она все больше и больше, и массивнее. И, конечно, ты вручную очень много-много работаешь, но в конце все равно приходилось шлифовать на машинке. То есть, чисто технологически, она очень тяжелая, эта работа. Но она делалась большой радостью, и, я думаю, это на работе отразилось. Интересное и сложное время, потому что над украшением интерьера дворца трудилось очень много художников. Трудно, конечно, было выиграть конкурс или тендер, чтобы именно попасть со своей работой в зал. Выиграли, сделали, висит довольной работой. Потому что этот зал слуцкий, он очень востребован. Я его почти каждый день вижу по телевизору и ощущаю свою сопричастность, вот как ни странно, к тому, что происходит. Потому что частичка моей работы находится в этом зале. И сама выставка, я считаю, это мне просто подарок небес, потому что, ну, никаким образом, я так считаю, не могла там очутиться. А вот очутилась. То есть чудеса бывают. Желаю всем верить, чудеса. Позвонили, сказали, вот захотели текстильную выставку. 34 работы, потому что мольберты посчитаны. Собрались, привезли, расставили. Когда так долго работаешь над каждой работой, ты просто не можешь ее сделать никакой. Она всегда, ну, должна быть самой главной. Поэтому там нет простых работ. Там все сложные и любимые. В работе очень много мелких деталей, которые надо сделать предварительно. И потом, когда собираешь работу или фрагменты, опять-таки, вот, допустим, василек, у него столько лепесточков, и вот надо каждый лепесточек изготовить, и каждый фрагмент вот взять и вырезать. Вот, так что занимаемся этим. Много-много мелкой работы, которую ты должен сделать, и никто за тебя это не сделает. А потом из этих мелочей будет сшиваться какой-то фрагмент работы. Я даже не считаю по стоимости, сколько стоят ткани, заложенные в работу. Для меня важен труд, если честно, потому что ткани это, ну, считать сантиметрами квадратными или метрами квадратными, ну, смешно. Это если бы у меня был цех, это если бы это было все поставлено на поток. Но в творчестве это невозможно, потому что художник должен, конечно, творить один, потому что кто за него сделает лучше, чем он сам. Вы знаете, вообще быть художником – это большая ответственность, это смелость предоставлять на суд зрителей свои творения. Это на самом деле надо иметь большую смелость. А женщины, они все-таки в основном… Я не считаю, что и мало нас, женщин, в творчестве. Вот у нас текстильная секция в Союзе художников. Там в основном одни женщины. Но она, правда, самая маленькая из всех секций в Союзе художников. Просто семья, дети. Это, в принципе, ты будешь разрываться между творчеством и семьей. Дети мои выросли, поэтому я могу полностью отдаваться творчеству и творить. Без трудностей ни в одной профессии никто ничего не добьется. Я думаю, трудности они закаляют. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok